Симфония Донбасса Другое его название – энтузиазм. В 1930 году снял один из основателей и теоретиков документального кино – кинорежиссер Дзига Вертов. В конце 20-х – начале 30-х годов происходит революция в кинематографе. На экран приходит звук. Звук пришел в кино вот по этой звуковой дорожке. Обычно она скрыта от нас, а сейчас вы слышите и видите голос. В эти же годы Вседонбассская конференция по вопросам кино постановила превратить Донбасс в центр пролетарской культуры. Кроме того, в постановлении говорилось о том, что необходимо освещать тему Донбасса в кино, создавать художественные и производственные фильмы. В это самое время Дига Вертов уже начал снимать фильм «Симфония Донбасса». Передаем марш! Последнее воскресенье из фильма «Симфония Донбасса». В июле 1929 года группа Диги Вертова, в которой оператором был его родной брат Михаил, снимала в Днепропетровске и Алчевске на металлургических заводах. Им выдали пропуска с большой черной надписью «Будьте осторожны» и припиской «Администрация не несет ответственности за несчастные случаи с посетителями завода». Помощник Кауфмана, оператор Цейтлин, вспоминал, что Вертов перелетает от аппарата к аппарату через кипучий поток чугуна, а у оператора брызгами чугуна выпалены дырочки на коже, и они гноятся. В съемочном дневнике Вертов записывал – лазили на домну, под домну, снимали сквозь огонь, дым, воду и угольную пыль. Во время съемок у операторов горели подошвы ботинок. Режиссер ставил цель – через показ крупных планов доменщиков, шахтеров, металлургов зафиксировать и показать трудовой быт повседневности. «Симфония Донбасса» стал первым звуковым фильмом Диги Вертова. «Настаиваю», – писал режиссер в письмах, – «чтобы фильма была звуковой, хотя со звуковым съемочным аппаратом здесь пока обстоит туго». В фильме, наряду с индустриальными шумами, Вертов записывает несколько реплик рабочих. Но группа не только записала подлинные шумы и звуки, она впервые осуществила серию синхронных съемок – одновременную съемку изображения с записью звука. Для синхронных съемок изображения и соответствующего ему звука применялась сложная аппаратура системы Шорина. «Давай с петонникам! Ура!» Вертов детально разработал для картины музыкальный план. По нему композитор Тимофеев написал звуко-шумовой марш. Этот фильм проложил дорогу на экран хроникальным звуком, организованным в симфонию. В этом фильме Дига Вертов сделал то, что в 60-е стало называться конкретной музыкой. Он использовал реальные жизненные и промышленные шумы как составную часть музыкального образа. Дига Вертов снял сильную в историческом и реалистическом плане картину. Режиссер активно использовал сложные кинематографические приемы, такие как необычные ракурсы и сложные наложения при съемках. Фильм вызвал интерес у кинематографистов и публики разных стран. Немецкие газеты писали о цельности художественной композиции. Чарли Чаплин, посмотрев симфонию Донбасса, написал «Я никогда не мог себе представить, что эти индустриальные звуки можно организовать так, чтобы они казались прекрасными. Я считаю энтузиазм одной из самых волнующих симфоний, которые я когда-либо слышал. Мистер Дига Вертов – музыкант, профессора должны у него учиться». «Симфония Донбасса» была новой эпохой в звуковом кино. «Симфония Донбасса» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok